Нет, подожди, 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 не торопись, держи пальчиками, вот так, подожди, Карин, вот так, в эту сторону, теперь к этой стороне, у тебя, чтобы начинка не развалилась, вот так, собирай, 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 давай, вот правильно. Нурия Апа в большой семье Хуснулиных – главная кормилица. Собственно, как это всегда бывает и в татарских, и в русских семьях, и у макшан. И так же, как любая хозяйка дома, собирает она вокруг себя девчат, чтобы передать секреты кухонного мастерства. Девочки, сегодня я готовлю. Так, вакбалиш. Я сейчас вам покажу процесс, как это всё делается, научу вас лепить, катать тесто. Вы мне будете помогать. Хорошо? Вот, шарики накатали. Всё. Евелина, начинай катать тесто. Эта давно известная истина верно отражает не только разнообразие и национальные особенности кухни всякого народа, она верна и в широком своём значении, потому что кухня – тоже искусство. И, как всякое искусство, несёт свой национальный код. Так, давай начинку тебе. Давай, давай, собираем. Так, крути, крути тесто, не в одну кучу. Вот так, прищепляй. Давай, 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 правильно. Угу, крути тесто, крути. Так, давай я сейчас тебе помогу чуть-чуть его собрать в кучку. Татарская национальная кухня – это гордость и достояние татар. С другой стороны, я даже могу сказать, что это как бы и одна из достопримечательностей татар. У татар принято угощать даже тех, кто зашёл в дом случайно, не по приглашению. Многим известны такие татарские блюда, как чак-чак, козелек, бялещ, бишбармак, учпучмак, парамяча. Также есть домашняя лапша. Это относится к категории первых блюд. Также блюда из конины, например, кунская колбаса известная, по-татарски называется козелек. Очень вкусные блюда. Для меня самые вкусные бялещ, которые готовит моя мама. Почему? Не знаю, я сколько раз пробовала везде. Всё равно то, что готовит моя мама, всегда получается вкуснее всех. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Если праздник в татарском доме не бывает без перемече, то не бывает он и без народной песни. У такой песни редкое достоинство, её не надо учить. Она приходит из детства и вот так за общим столом уходит к молодым. Мокша – один из 15 мордовских народов, издревле живущих на Владимирской земле. Есть много общего у них с русскими соседями в именах, в ритме песен, в плясе, в преданиях и мордовских богатырях. И на первый взгляд даже в кухне. Вот собралась молодёжь на блины с квасом. По-мокшански собрались на пача с позой. Мы – мокша. И наше национальное блюдо – пача и поза. Пача у нас на всех праздничных столах должно быть. Но пача у нас готовится по особому рецепту. Я с самого вечера замочила манку на всю ночь. В 4 часа утра я встала, я сделала опару, бросила в эту манку опару, а поднялось моё тесто. Когда оно поднялось, я начинаю туда добавлять все свои ингредиенты. Яйца, сливочное масло растопленное, растительное масло. И ещё раз дам подняться этим блинам. Тогда только начинаю печь. Должны быть эти пачи толстыми, потому что они готовятся на праздничные столы. Они очень вкусные. На всех свадьбах, на проводах, на всех гулянках обязательно должны быть эти толстые блины. И отличаются они у нас тем, что блины должны быть не меньше полтора сантиметра толщины. Квас у нас называется по-мордовски поза. Это тоже наше самое главное блюдо на праздничных столах. Готовится у нас тоже по особому рецепту. Тут надо быть готовым. Квасок у Мокши получается хмельной. Однако, если с блинами, от него так трудно отказаться. Последнее дело пытаться рассказать о русской кухне без того, чтобы не утонуть в её истории. Ведь начинать придётся ещё с домостроя, написанного Сильвестром, советником царя Ивана Васильевича Грозного. А что, если просто заказать эти ещё сильвестровские щи? Их может приготовить лауреат многих международных конкурсов поварского мастерства, представлявший русскую кухню в Баварском Ирлангене, Денис Андреев. Русская кухня многогранна и проста. Поэтому я считаю, что русская кухня – самая лучшая кухня в мире. Сейчас мы с вами приготовим простое, забытое, но сейчас уже возрождающееся блюдо – щи серой капусты. Либо щи из чёрной капусты, как их называют. Для этого мы с вами возьмём мясо. В данном случае я беру индейку. Можно использовать свинину, говядину. Можно использовать все три вида мяса. Кладём это сразу в воду. Главный фокус этих щей – и мясо, и картофель, и лук с морковью, и приготовленную с осени серую капусту, верхние зелёные листы, рубленные в деревянном корыце и посоленные, сразу кладут в горшок и отправляют в русскую печь, где горшок томится сутки. Отсюда и второе название наших щей – суточные. Так как щи варили в старину и назывались они холопские, то крестьянам некогда было соблюдать какую-то форму нарезки, кубик, ломтик. Поэтому всё крошилось очень, скажем так, крупно. У кого как получалось, да? Иногда эти щи, кстати, называли крошевым, потому что вот именно все составляющие крошились в эти щи. Подготовили мы наши щи. Хочу обратить внимание, что мы их готовим именно так, как, скажем так, готовили наши прабабушки и прадедушки. То есть ничего не обжаривалось отдельно, всё закладывалось в котелок. Щи мы будем подавать с тёртым салом, то есть берётся сало, перетирается с чесноком и укропом. Так же, как делали раньше наши прабабушки и прадедушки. Это была такая намазка для хлеба. Доставали картофель, перетирали его с салом и чесноком и закладывали обратно в щи. Тем самым загущали их. Получались щи густые, наваристые такие. В зиму, скажем так, очень согревающие. Даже на современной плите с электроникой щи будут париться 3,5 часа не меньше. И если перед подачей на стол добавить в них зелени, то зима действительно отступит, пока сидишь за обеденным столом. Слушай, очень-очень вкусные щи. Прямо лучше в городе. Согласна. Гостеприимство считают своей визитной карточкой все наши народы. Сломать эту традицию не смогли ни войны, ни даже крушение государств. Она обросла разными приметами, но общей для всех остается радость от общения, ощущение родства, которое легче выразить песней. На праздники обычно в армянской семье готовят долму. Для приготовления долмы нам необходим фарш и виноградные листья. Фарш мы готовим из говядины. В фарш мы добавляем рис, лук, соль, перец по вкусу, зелень сушеную и свежую зелень. Виноградные листья мы собираем в июле. Обязательно надо, чтобы листья были мягкие, не очень жесткие. Тогда фарш долма получается нежнее. Берем виноградный листок, кладем одну чайную ложку начинки и аккуратно заворачиваем. Обязательно в долму мы добавляем сушеную базилику. Придает изысканный вкус долме. Когда мы складываем уже в кастрюлю, необходимо, вот когда слой за слоем, надо аккуратненько складывать в кастрюлю долму. И на самый верхний слой обязательно надо положить перевернутую тарелочку. Очень важно, чтобы долма была тоненькая. Чем тоньше заворачиваем долму, тем лучше хозяйка. В портрет каждого из народов, живущих на Владимирской земле, национальная кухня вписывает хорошо узнаваемые черты. Не менее значимые, чем народная музыка, живопись или литература. Не теряя свои перчинки, она делает вкуснее и богаче наш общий стол, когда мы по-соседски собираемся вместе. Как хорошо, что мы сегодня собрались. Давайте кушать. Хорошие блюда и хорошее настроение нам всем. Здесь собрались мои самые близкие друзья, моя семья. Приятного аппетита нам всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова